Тренировка защитника футбольного Енисея Валерия Гануса теперь проходит в домашних условиях. Он один из первых в команде заболел коронавирусом. И вот уже почти три недели спортсмен сидит буквально в четырех стенах. Всего в Енисея положительные результаты получили 10 игроков. Большинство из них уже выздоровели и в полную силу готовятся к предстоящим матчам. Оставшиеся трое считают дни до выписки. В домашних условиях очень тяжело поддерживать физическую форму. Я выполняю все рекомендации тренера, делаю упражнения и надеюсь, что в ближайшее время присоединились к команде. Вирус косил и игроков баскетбольного Енисея на игру с белорусским клубом «Смоки Минск» наши спортсмены вышли всемиром. Двоих пришлось вызвать из молодежки. Но даже в таком усеченном составе команда сражалась до последнего, уступив всего несколько очков. Что сделать в этой ситуации, когда фактически на данный момент у нас 5-6 игроков находятся на карантине из-за коронавируса? Также важно помнить, что коронавирус – это как минимум двухнедельная изоляция, в результате которой весьма вероятна потеря физической кондиции игроков, которые не могут никак работать, находясь в четырех стенах. В хоккейном клубе «Сокол» ситуация еще хуже. Там коронавирус подтвердился у большинства игроков и тренерского штаба. Команда в полном составе ушла на карантин. По этой причине спортсмены уже пропустили четыре игры. Болезнь у большинства хоккеистов протекает в легкой бессимптомной форме. Надеемся, что последующие анализы дадут отрицательный результат и «Сокол» выйдет с карантина, пробыв 14 дней на изоляции, ну и после чего приступит к тренировкам и подготовке к следующим матчам чемпионата высшей хоккейной лиги. Медики говорят, причин такого массового заболевания спортсменов может быть несколько. Одна из них – общение игроков с родственниками или друзьями. Любой из них может быть бессимптомным носителем вируса. Еще один не менее важный фактор – матчи в других городах. Следующий момент – это опять же выезд на соревнования. Они проходят в других территориях, и на других территориях спортсмены также могут привозить коронавирус в составе своей команды, общаясь с другими территориями. К сожалению, на пике физической формы у спортсмена падает иммунитет, и поэтому любые острые респираторные инфекции, они как раз являются таким отрицательным моментом в период поступления на больших даже соревнованиях. На днях ковид подтвердился и в регбийном клубе Енисей СПМ. Коронавирус уже более полугода меняет нашу жизнь. Теперь он добрался и до спортсменов. Массово ковид-19 начал косить их практически сразу, как только команды вернулись с полугодовых каникул. Екатерина Любим, Енисей, Новости.